Так, у нас следующий стартап, это выступает Амир Амир Акес с проектом Хама Уз. Амир, да, представьтесь и пошли у рим презентация. Так, меня зовут Мукумов Амир, я являюсь основателем проекта Хама Уз. Сейчас вот подробно расскажу. У меня презентация включилась, да? Да, включилась, видно. Итак, Хама — это маркетплейс, который соединяет людей из всего Узбекистана, чтобы они могли покупать, творить, продавать все, что им нравится. Итак, сейчас ни для кого не секрет, что рынок электронной коммерции растет просто с невероятной скоростью. На данный момент это рынок более 4 триллионов долларов по всему миру. И эти показатели лишь говорят о том, что каждый предприниматель должен идти в онлайн, да? То есть, особенно учитывая данный момент, да, какая обстановка сейчас по всему миру, это возможность выжить для многих проектов. Но что касается предпринимателей Узбекистана, для них есть некоторые проблемы, которые их останавливают. Да, открывать свои интернет-магазины и начать продавать онлайн. И проблема эта является в том, что это сложно, долго и дорого. В среднем создание интернет-магазина — это от 400 долларов. Также есть изюмесячные расходы там на поддержку, на хостинг, домены, CMS, маркетинг и так далее. Что касается покупателей, у них тоже есть проблема. Основной проблемой является время, которое они не хотят тратить на поиски, хождения по магазинам, да? И, учитывая, опять-таки, условия, которые сейчас в мире, и не у каждого есть возможность вообще ходить сейчас по магазинам. Поэтому, подумав над всеми этими проблемами, мы решили создать продукт, который сможет помочь и той, и этой стороне. Академия для продавцов — это решение, которое позволяет открыть и поддерживать свой интернет-магазин абсолютно бесплатно, легко и быстро, да? То есть в течение пяти минут вы можете найти регистрацию, добавить товары. У вас будут все необходимые функции для вашего интернет-магазина. Это и мощная аналитика, маркетинговые инструменты, там различные интеграции, чат с покупателями. Также у нас есть бесплатная академия для обучения этих продавцов. Вот на этом слайде вы можете видеть, как выглядит, примерно, интернет-магазин вот Нахама Уз, одного из наших вендоров. Здесь вот, как видите, есть вся необходимая информация, с которой может связаться вот покупатель. Что касается вот покупателей, для них решение — это собрать самых лучших продавцов Узбекистана в одном месте, да? Чтобы они не тратили свое время на вот поиск товаров, нахождение по магазинам и так далее. А с помощью системы отзывов, рейтингов мы сделаем это еще более безопаснее. Вот, собственно говоря, это домашняя страница, как выглядит, да, наша платформа для покупателей. Итак, продолжая вот разговор о рынке, Узбекистана это тоже коснулось, рынок электронной коммерции у нас тоже растет, вот потенциал рынка уже оценивают 1,2 миллиарда долларов на 2017 только год, через электронную коммерцию вот прошло 70 миллионов долларов, это на 2017 год, более 20 миллионов интернет-пользователей, да? То есть рынок растет. Наша бизнес-модель — это подписочные планы, да, тарифы для продавцов, старты про, естественно, там с дополнительными функциями, также реклама на самой платформе и 6% комиссионных с каждого проданного товара на нашей платформе. И 2, и 3. План развития сейчас у нас таков, что до конца этого года мы хотим соединить еще 100 магазинов, к 2021 году, 2022 год у нас пройдет особенно плодотворным, я надеюсь, мы хотим добавить свою систему оплаты и собственную логистику для наших продавцов. И к 2023 году наша цель является эта платформа номер один электронной коммерции в Узбекистане. Вот наша команда, она достаточно молодая, как я говорил, вот я, Макумф Амир, являюсь CEO проекта, Садыков Давлад, мы участвовали вот на выставке Innovit, да, инновационных технологий. Также мы участвовали в международном инвестиционном форуме первом, да, который проходил в Самарканде, являлись самыми молодыми участниками на данном форуме. Также вот, как я говорил, проходили стартап-инициативы. Помимо этого мы занимались и какими-то своими отдельными проектами, которые тоже пересекаются с электронной коммерцией, поэтому небольшой бэкграунд, опыт у нас тоже имеется. Вот, собственно говоря, все мои данные, с которыми можете связаться. Амир Акер, Ахмат, спасибо, Амир. Ваши конкуренты на внутреннем нашем рынке кто? Ну, мы себя сейчас, можно сказать, преподносим как платформу для шоппинга, то есть любое место, где вы покупаете онлайн, это тот же, там, те же интернет-магазины, Glotter, там, OLX и так далее. А в чем ваше преимущество по функциональности или, не знаю, по другим параметрам перед этими поставщиками этих услуг? Ну, смотрите, если, допустим, взять интернет-магазин, да, это когда, допустим, данный вот бренд открывает свой интернет-магазин и продает только свои, допустим, товары. У нас же это как бы торговый центр, где мы, онлайн-торговый центр, где мы соединяем все интернет-магазины в одном месте, чтобы покупатели могли получить еще больше предложений, да. Помимо этого, у нас есть система рейтингов и отзывов, чего, например, нет на OLX, то есть вы не знаете, какой там товар, что там придет, да, вы не можете это узнать. А здесь уже будут отзывы, где вы можете на основе тех людей, которые покупали у данного продавца, сделать какие-то выводы и сделать свой шоппинг, свои покупки более безопасными. Это получается вот типа что-то Озона? Ну, да, это достаточно распространенная модель маркетплейса, Амазон, Токопедия, Таобао, это самые успешные бизнес-модели, которые работают по всему миру абсолютно. Да у вас, насколько я знаю, этим занимались, да, на нашем внутреннем рынке, вот аналогично запускали. Но у них по каким-то причинам, может быть, не взлетело. Вы их изучали, почему у них не получилось или почему у них сейчас нет на рынке? Ну, на самом деле, причин достаточно много, запустились и неоднократно, то есть были попытки, да, создания данной платформы, если так взять, кажется, что просто, но на самом деле это очень сложный проект, да, которым очень сложно заниматься. И потом, возможно, дело было и в рынке, то есть неподходящее время было, возможно, да, для запуска этого проекта, чем нельзя сказать на данный момент, да, я показал цифры, которые говорят о том, что рынок просто очень быстро и сильно растет, и наш продукт, он просто необходим вот рынку на данный момент особенно. Хорошо, теперь вы говорите глоттер ваш, скажем так, прямой конкурент, правильно, глоттер? Ну, не совсем, но один из конкурентов, да. Ну, когда какой-то поиск даете, глоттер выходит на первом, на втором или OLX, выходит там, я не знаю, купить майку в Ташкенте или купить какой-то товар в Ташкенте, пишешь, выходит глоттер или OLX. Да, да. Получается, вы по функциональности или какую-то проблему решаете, которую глоттер, может быть, не решает. Ну, смотрите, вы покупаете на глоттер? Я, знаете, я через, я не знаю, через глоттер, если когда мне что-то нужно, которое я не могу найти на магазинах, я через интернет пишу, там выходит телефон номер. Или это OLX или глоттер, я напрямую звоню и, естественно, там или ребят отправляю, или сам покупаю, но это проходит так, P2P. Ну, вот, и, знаете, вот глоттер это, и вправду их большая часть клиентов это B2B сектор, да, то есть там, если даже зайдете на их сайт, там больше вот каких-то хозяйственных продуктов, там, констоваров и так далее. Мы больше сконцентрированы вот на B2C секторе, да, и мы абсолютно по-другому себя позиционируем. То есть, если там у них есть и редакторы сайтов, они делают вам и сайт, и еще что-то, да, там есть абсолютно все, мы отличаемся. У нас есть определенные категории, у нас есть свое позиционирование и функции свои. А как вы хотите технически выстроить свои, ваши взаимоотношения между вашей платформой и магазинами, и их складами? Это можно спокойно интегрировать, да, через вот POST-системы. Это можно... Повторите, пожалуйста, как вы хотите интегрироваться с поставщиками, с мерчантами, скажем так? Можно абсолютно легко это интегрировать POST-системы, да, то есть взять им POST-системы, которые интегрируются с нашей платформы. POST-системы у всех разные же? У мерчантов разные POST-системы? Мы и не планируем, да, абсолютно всех, то есть взять к себе мерчантов. Есть мерчанты, которые подходят под наши критерии, есть, которые не подходят под наши критерии. Мы с ними занимаемся, обучаем, да, и подключение к POST-системе, я думаю, это не будет проблемой, особенно с технической стороны. Хорошо, хорошо. На сегодняшний день сколько у вас мерчантов, подключенных к вашей системе? Пока 15. 15. Как давно их подключили? Ну вот, активно мы начали подключать с начала этого года. И как транзакции идут? Транзакции, да, идут. Но мы же пока не контролируем их. Там получается как? Если плательщик плачет, там на вашей площадке происходит транзакция, платежная транзакция? Нет, нет, нет. Или он просто как доска объявлений на него сам выходит, созванивается и с ним договаривается? Да, пока мы это еще не осуществили, но это входит в наши планы. То есть как маркетплейс вы еще не работаете? Как маркетплейс работаем, но транзакции через нас пока что не проходят, это дело времени. Все, то есть они сами договариваются, да, где встречаться и каким образом деньги предупредят? Пока что работает в том, как услуга по предоставлению объявлений, так получается? Да, да, да. Хорошо. Так, единственное, я хочу обратить внимание, тут мне сейчас подсказывают эксперты, что постсистемы надо больше изучить, потому что это не так уж легко интеграцию сделать с постсистемами. Это не так легко, как вам кажется, но это мне подсказывает. А так у вас идеи, думаю, что хорошие, единственное, надо еще более или менее доработать в плане того, чтобы именно бизнес-модель у вас более или менее видна. Единственное, 15 клиентов это еще мало, надо больше клиентов набрать. И, как бы сказать, именно платежную систему надо построить уже так, чтобы я не напрямую или как пользователь не напрямую с продавцом, да, платежную транзакцию осуществлял, а через вашу платформу. Так вот, вот, надо уже выстроить вам. А так, у меня больше вопросов нет. Удачи вам. Ладно, спасибо большое. Спасибо большое вам тоже. До свидания.